Всем привет, с вами Хьюг, и сегодня я поиграю в такой мод, как Долг Философии Войны. Это третья часть трилогии Апокалипсис. Давайте начнём новую игру. Итак, мы появляемся на военном блокпосте на кордоне. Из локации здесь добавлена только локация Мёртвый Город. И больше ничего. Перед нами стоит какой-то Вован Механик. Там ещё военные гуляют. И если повернуться, то тут сзади стоит туалет, и такое чувство, что мы вылезли прямо вот оттуда. Итак. Вот какой-то человек стоит. Вован Механик. Так, что-то какие-то подлагивания. Что-то за паника на корабле. Кто такой-то, какой-то. Поговорит с иностранцем. Зарю Сталкер, приветствую тебя в моде. Сталкер, долг философии Войны и Удачной Охоты. Ну, перед тем, как говорить с этим иностранцем, я пока что здесь посмотрю, какие есть нычки. И это, наверное, всё промотаю. Так, что у нас тут дальше? Так, колбаска, винтики. Аптечка, энергетика. Ящик, ничего. Так, ребята смотрят интересную передачу. Ох ты, тут хабар написан, интересно. И... Пятьсот килограмм. Терминатор нафиг. Главный герой просто. Не знаю, как пятьсот килограмм, но... Очень странно. Я ничего не подправлял никаких. Не делал ничего. Так, ещё ящичек. Теперь сходим вот в это здание. Странно. Так. Ещё энергетики. Дальше мы здесь всё выпили. Так, патрончики. Стаканчики. Ну ладно. Вот здесь Сейтхаммер, здесь... Такой вот человечек Иосиф Бергер. Короче. Вали, Вали, я русский, так-то... То есть нас Немец зовут, если что. Так. В общем, я не вникаюсь в подробности этого долгого разговора. Я просто... Немец, что внизу трёшься? Подымись. И есть новости для тебя. Я смотрел чё-то прохождение, чтобы просто не читать эти нутные диалоги. Если вам интересно, можете почитать. Но я сейчас делаю не прохождение. Это будет только одно видео. Так, вот товарищ смотрит в бинокль. Доброго дня. И после этого диалога нас переносит в Припять. Так что там встретимся. Итак... Мы появляемся в Припяти. Почему-то у меня 3 фпс. Так, всё уже нормально. Здесь вот вертолётик. И очень много трупов. Вот на мини-карте здесь видно, сколько этих трупов. И ни у кого нету ничего хорошего. Вообще даже плохого ничего нету. Они все пустые. Так, нам нужно... Так, у нас контракт. На блокпосте объявился иностранец, интересующийся группой поиск. Переговорите с ним за... Вось работу подкинет. Работа на Бергера. База поиска. Сообщить группе про контракт. Найди... Найди своих в Припяти немец никогда севернее бара в зоне не было. Но знают, что база групп находится в здании ДК. В честь группе про контракт. А, понятно. Ау. Ау. Так, здесь тоже какие-то ребята. Да, у них ничего нету. Функционал. Интересненько. Так, сейчас мы посмотрим, кто здесь находится. А база этого поиска, это там, где здание Монолита. Так, туда как-то надо подняться. Ну, надо еще в этом лабиринте найти лестницу. Так, а где здесь может быть лестница? Это с той стороны, а с той стороны это... Так, вот здесь, по-моему. Вот, лестница. Сейчас посмотрим, кто здесь сидит. Лошадка. Так, ну кто такие? Сержант Дубенчик. Дубенчук. Аномалии гадские. Нет, 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 все. Так, ну ладно, пускай. Анекдоты тут рассказывают. Еще здесь странно как-то все горит. Огонь какой-то странный. Так, пробегаем. Здесь вот артефакты еще всякие валяются. Ой, аномалии. Вот, это базовый монолит поиск, а точнее. Или кого там нам надо найти. Сейчас посмотрим. Мне показался ли вот это вот клякса, или что это вообще такое, как будто бы голова собаки или что-то типа такого. Ну ладно. Так. Вот уже товарищи видны. Зелененький человечек. Где тут вход только? Сообщить группе про контракт. И кто здесь? Так. О, Славин, Андрей Че, Егор. Вот я этих снайпидеров, они были еще в упавшей звезде. Кабаки, девки и хабара дофигища. Ну он подумал-подумал и вперед двинулся. О, это же Дакер. У него охрененная пышка. Так, ну и с кем тут балабонить? Здорово, невид, сульсив, глотлушка, да, сбросили нас и фьють. Пойду потолкую. Он говорит потолковать с кем-то, который сидит в подвале. Так. Вот, товарища, кстати, что здесь? Ни хрена себе. Это победа! Так, ну ладно. Что скажешь, батя? Здорово, Славин, как все целы? Царапин, ты замечен. Контракт есть, Славин, появился в зоне богатый буржуин. Бергер, фамилия. Погоди, батя, глухой. Такое решение. Пойди поговори. Так, погоди с бойцами, вернуться к Славину. Поговорить с бойцами. Ну, давайте поговорим с бойцами. Так, что со Славин? Немец, я Славину верил, а мне, значит, нет. Тебе тоже, но нутром чувствую, Славин что-то знает о Бергере. Ладно, не тужусь. И что? Пересеклись двое. Ты Васю помнишь? Ну, того, который каждому рассказывал, как он же... Серёга! Блин, Немец, даже не начиная, понятно. Так он того, на днях в трамплин вляпался. Не хочет Лайн про Бергера даже услышать. Поговорили, поговорили. Ты так тоже думаешь? Так, ясно. Блин, так не смешно уже. Поговорим, Тимоха. Располагайся, понял. Так, а что дальше-то? Как говорить с бойцами? Ты со Славиным, понятно. А, всё, вернулся к Славину. В общем, кто со Славиным, кто не со Славиным. Поговорили. Всё понятно, я обещал человеку и выполняю работу. Твое право, Немец, в помощи не жди. Более того, при первой же возможности я грохну Бергера. Ты мне знаешь, всё, базар окончен. Да, уж поговорили. Работа на Бергера. Получить новый контракт. Что? Блин, ну это же вообще. Сейчас будет много глюков. Очень много. Так, 1275 килограмм. А если я сделаю вот так вот? О, нихрена себе. Это же тут целая армия с такими пушками. Ну, я себе одну возьму. Так. И у всех патроны. Это ж сколько патронов. Блин, зря я их выкинул. Надо было сначала все разрядить, ну ладно. Так, 37 кольтов. Бинокли. Зачем мне 237 целых? Так. Тут ещё 346 антирадов. Сейчас у меня будет жестоко лагать, но я ускорю видео. Так, 14. Так, ну. Так, теперь вот это. Хотя нет, не будем бросать. Или будем. 40 бутылок ворка мне тоже не надо. Сейчас я могу ходить. Ой-ой-ой. Вот он тут, беспорядок. Так, 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 так. Надо подальше от него отойти. Так. Блин, ну конечно, лагаю сейчас. И у меня КП всего лишь 3. Так, и что дальше у нас? По заданиям контракта. Найденный КПК. КПК забыто чем-то в баре. Кроме того, в Библии тоже говорилось о бесах. Например, Иусус игнал их из одного парня. Так что ничего страшного. Когда Иусус спросил парня, в котором были бесы, как его зовут, бесы ответили и ещё сказали, что он должен вступить в иностранный легион. Или что-то в этом духе. Так, конечно, много у меня всего. Ух, 315 ножей. Так, ну вот это выкинем ещё. Всё, ещё надо выкинуть. Пожалуй. Поптечки. И вот эти вот патроны. Так, ППС у меня уже вообще 2 осталось. Наверное, может и 2 вылететь. 331 граната. Нахрен мне столько. Так, и... О, нет, не то. И... Ждём. Я ещё только сейчас заметил, что у меня 10 350 патронов. Добавил... Добавил всё подорвать. Так, вот это делается. Так, всё, уходим отсюда. Так, а я вообще не сохранялся. И так, вот это вот лучше не трогать. Можно, конечно, взять... О, хапнуть всё. Прикольно. Можно всё взять и продать ему. У него бесконечные деньги. Ну, я это делать не буду, потому что... Не хочется. Тем более, я на этом уже заканчиваю это видео. Я знаю, что оно получилось очень маленькое. Ну, всё-таки, просто уже... Не хочется играть как-то. Сейчас, наверное, надо будет идти на кордон, чтобы сдавать квест у Бергера. И там, наверное, будет интересно. Там Сидоровичем будем тролливали делать всякое такое. Ну, просто переться так далеко не хочется. Сбылась у человека мечта. Полетел. Класс. Ну, хорошо. Учится ничему не... Так, а это напоследок. Кино американского насмотрели, сели крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про Хабар. Ни о чём думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки и повесками разбросает. Эх, не тот уже Хабар пошёл. Не тот. Неужто завязывать пора? Вспомнил вот... Сидят два сталкера на берегу озера. Один другому говорит. Насчёт радиации я тебе чего скажу. Гонит, как не знаю кто. Едут уже лет пять шарусь безвылазно. А, изменений никаких не заметил. Сам как думаешь? Да, фигня однозначно. Хотя, с другой стороны, чешуя-то в последнее время чешется всё чаще. Класс. Ничего, нормалёк. Прорвёмся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои. Прорвёмся. А чего я как-то слышал? Висит на базе долго объявление. Организуется поход в зону с целью охоты на монстров и поиск артефактов. Сбор всех желающих любителей этого дела назначен на 9-0-0. Этого дела брать с собой по две бутылки. А подави, ничего не я всё-таки накоплю на свой домик. Чтобы у речки и лес рядом. И ни радиации тебе. Ни тварей, ни сволочей разных. А колбасой батонной нынче хреновый старый делать. Внимание, выдаю шутку юмора. Заблудился как-то Долговец. Идёт и кричит. Люди, отзовитесь, кто-нибудь, ау! Тут его кто-то догоняет и хлоп сзади по языку. Но он оборачивается, а там стоит кровосос. Грустный такой. И хлюпает ему, значит, чего орёшь, а? У Долговца уже полный станы ёжиков, но он всё-таки отвечает. Я от того заплутал. Кричу, вот может быть кто-нибудь услышит. Кровосос помолчал, помолчал. И говорит ему, ну я вот услышал. И чего теперь делать будем? Вот ведь как грустно всё выходит.